Светло, тепло и уютно. Пусть еще не все предметы на своем месте, но уже ясно, в обновленной обстановке учиться будет комфортнее и продуктивнее. Здание Ирниту на 4-й железнодорожной, где занимаются будущие художники, дизайнеры, журналисты, психологи, иностранные студенты подготовительного факультета и временно студенты Байкальского института БРИКС, открыли после капитального ремонта. Два года мы ремонтировали этот корпус, соответственно, заменили все окна, сделали капитальный ремонт, закупили новую мебель, закупили компьютеры и, соответственно, заменяли все двери. И видим, что сейчас стало гораздо комфортнее, тепло и уютно здесь заниматься. В здании оборудованы мультимедийные аудитории и два компьютерных класса. Каждый из них рассчитан на 16 человек. Все культурно-массовые мероприятия теперь будут проводиться в новом актовом зале. На капитальный ремонт за два года ушло более 54 миллионов рублей. Было сделано укрепление подпорной стены, заменили систему отопления и, самое главное, коммуникации в цокольном этаже. Более 40 лет здесь не проводилось ремонта, поэтому часто очень были аварийные ситуации, что очень было неприятно студентам, неприятно преподавательскому составу. Присутствовал постоянно дискомфорт, какой-то тревога, но сейчас такое светлое красивое здание. Окончанию ремонта рады все, но преподаватели кафедры монументально-декоративной живописи особенно. Тут у нас еще предстоит подключение печей, чего мы очень сильно ждем, потому как нам надо быстрее переходить к работе с материалами. Всю бумажную работу мы выполнили в первой части семестра, а сейчас как раз предстоит работа со стеклом, с керамикой и прочим. Студенты, которые во время ремонта были вынуждены учиться в главном корпусе, вспоминают, что раньше временами было очень холодно, и это сказывалось на учебе. В обновленном же корпусе хочется еще больше творить. Такой большой контраст по сравнению с тем, что было до и что сейчас. То есть, ну, конечно, намного стал ремонт более такой современный, более какой-то такой практичный, функциональный. И, естественно, да, все наши произведения можно будет грамотно развесить, и все это будет, ну, сидеть в этом интерьере, и будет очень здорово. Одна из больших статей расхода – ремонт спортивного зала. На него ушло более 7,5 миллионов рублей. Насколько он стал комфортным, одними из первых оценили участники товарищеского матча по волейболу между сборной администрацией и активом студенческого правкома. Будем надеяться, что он получит совершенно замечательное количество занимающихся и студентов, и преподавателей различных секций, игровых, единоборческих, и будет способствовать дальнейшему развитию нашего спорта в полиции. В зале заменили окна, поменяли радиаторы и установили их по всему периметру. Но самое главное, что здесь, кроме нового спортивного оборудования, появились специальное комфортное износоустойчивое половое покрытие и две большие раздевалки с душевыми, что очень важно для спортсменов после активных игр. Но на этом обновление не закончится. В будущем планируется утепление фасада, ремонт кровли и благоустройство территории вокруг корпуса.